Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге «Деяния святых апостолов» и обратимся к 4 главе. В 4 главу попал рассказ евангелиста Луки о том, как Петра и Иоанна после того, как они исцелили Храмова в Иерусалимском храме, арестовывают. Арестовывают, призывают к начальникам, вот к этим самым первосвященникам из Судуки, составляющим в основе своей суд Синедриона. Вот когда Петр и Иоанн говорят к народу и проповедуют о Господе Иисусе Христе о его воскресении, священники, начальники стражи Судуки досадуют на то, что они проповедуют воскресение из мертвых и накладывают на них руки. Нужно, конечно, обратить внимание, что Судуки и близкие к ним священники Иерусалимского храма и храмовой стражи, ну, в первую очередь, Судуки, вот ни капли не верили в воскресение мертвых и считали, что эта вещь совершенно невозможна, излишняя с богословской точки зрения, и ни в коем случае никакой проповеди об этом не хотели, потому что вера в воскресение мертвых характерна была для фарисеев, последние были с политической точки зрения, в общем, противниками Судукиев, и поэтому они опасались, что всякий раз, когда кто-то говорит о воскресении из мертвых, это вот будет на руку фарисеев, поэтому они арестовывают апостолов и на другой день, то есть ночь они провели в темнице, на другой день вот ставят их посреди всего собрания первосвященников и книжников, синедрионов, и спрашивают их, какой силой или каким именем вы это сделали. Мы, на самом деле, знаете ли, видели с вами подобного рода ситуации в Евангелии, когда Господа Иисуса спрашивают, а каким образом, какой силой ты это делаешь, когда фарисеи бывшего слепорожденного допрашивают, а что он такое сделал, что ты теперь видишь, и слепорожденному это так надоедает, что он говорит, что что вы меня расспрашиваете, а уже он несколько раз рассказывал. Это важно, чтобы в присутствии собрания, в присутствии синедрионов, в присутствии старейшин, вот эти люди сами ответили на вопрос, какой силой и какой властью, и каким именем они это делают, потому что это такие ответы должны лечь в основу будущего обвинения. Итак, какой силой и каким именем вы это делаете. И вот Петр, исполнившись Духа Святого, отвечает на этот вопрос и отвечает, заметьте, в 9 стихе тоже некоторым недоумением, потому что с точки зрения апостола все довольно очевидно и просто, от нас сегодня требуют ответа в благодеяние человеку немощному, как он исцелен. А какая разница, как он исцелен? Ну, по большому счету, исцелен или нет. И вот Петр говорит, мы его исцелили, немощный человек, мы совершили для него благодеяние, а вы нас допытываете, как это так вышло и правильно ли мы это делали. Ну, грубо говоря, победителей не судят. Тем не менее, Петр отвечает, ну, хорошо, раз так, тогда пусть будет известно вам и всему народу, именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых. Он называет Господа Иисуса Христа Назареем, ну, и, вероятнее, все же в таком виде это выражение дошло до Луки, а апостол, скорее всего, имел в виду все-таки Иисуса из Назарета. Теперь, вот самое же главное, что она, Господи Иисусе говорит, вы распяли, а Бог его воскресил. Вот кто, вот чьим именем это сделано, призыванием чьего имени мы совершили это чудо. Имея в виду, конечно, что мы это совершили не своим именем, не своими силами, как уже было сказано в предыдущей главе, ну, и не призыванием имен каких-нибудь там языческих божеств, врачевания. Вот, Иисуса, которого вы распяли, которого Бог воскресил. Посмотрите, это теперь новый способ идентифицировать Иисуса из Назарета, определить, о ком идет речь. Тот человек, которого они, архиереи, первосвященники и книжники, распяли, а Бог воскресил. Вот в этой оппозиции они распяли, Бог воскресил. В этом противопоставлении действий Синедриона и Господа Бога тоже содержится некий достаточно важный месседж для Синедриона. И поэтому они потом так реагируют возмущенно. Но Петр продолжает, говорит, он есть камень, пренебреженный вами зиждущими. Это, с одной стороны, очевидная цитата из псалма, а с другой стороны, по крайней мере, в передаче Луки, он превращает это в инвективу, говоря, это вы отвергли тот камень, который должен стать главой угла, на котором все здание должно быть построено. Это вы отвергли. Он сделался главой угла, и нет ни в ком ином спасения. И еще раз он повторяет то же самое, ибо нет другого имени под небом данного человека, которого надлежало бы нам спастись. Вот это одно из ключевых утверждений этой главы, одно из ключевых высказываний. Апостол говорит здесь о том, что ни в ком другом спасение для людей не может быть. Ты не можешь обрести спасение, обрести вечную жизнь и победить грех, смерть и ограниченность человеческой природы, иначе как становясь другом и учеником Иисуса Христа. Потому что та вера, которую предлагает апостол своим соплеменникам, это не просто вера в некие заповеди, богословские утверждения, нравственные конструкции, отвлеченные абстрактные, что вот там жить надо так. Нет, нет, это спасение, которое дается именно в нем, в личности Иисуса Христа. Потом дальше апостолы, не только Лука, не только Петр, но и все остальные будут мучительно иногда, с большим трудом, искать и отшлифовывать в формулировке вот этой главной мысли. Спасение – это не просто следование некоему абстрактному учению, которое можно выучить и ему там подчиняться. А это отношение с Иисусом Христом, когда имя Иисуса наречено над людьми. Люди, принадлежащие Иисусу, как его ученики и друзья. И вот нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спастись. Нет другого. Для, конечно, Синедриона это прямо ужас-ужас. Ужас-ужас, потому что они всю жизнь привыкли думать в парадигме Моисеева закона, который Бог дал через Моисея. Ну и, соответственно, Тора, идущая от Моисея, устная, письменная. Вот все это надо изучить, надо пропагандировать, надо исполнять. Вот некоторая безликая, достаточно абстрактная система заповедей, разрешений и повелений, встроившись в которую, соблюдая которую, даже без личного взаимоотношения с Богом, и уж тем более с Моисеем, ты можешь надеяться и рассчитывать даже на то, что тебе выдадут причитающуюся награду. Апостолы говорят о том, что для спасения нужны личные взаимоотношения с личностью того, кого Бог послал. И это не кто-нибудь, а именно Иисус из Назарета. И нет другого имени. Для всех участвующих в этом, так сказать, диалоге, хотя нельзя сказать, чтобы архиереи находились в диалоге здесь с апостолами, тем не менее, вот, для всех учащихся какие возможны варианты там? Имя Авраама, имя Моисея, имя Давида, может быть, кого-то еще из пророков или из князей дома Давидова. Нет другого имени под небесами, которым мы можем спастись, которым принадлежал бы нам спастись. Это действительно ядро апостольского учения. Спасение достигается через присоединение нас к ученикам Иисуса Христа. Ну, эти самые начальники, профессиональные верующие, прочие религиозные лидеры, собравшиеся в Синедрионе, они и хотели бы им что-нибудь такое сказать, что вы говорите все неправильно, все не так. Ну, как-то не получается, потому что вот чудо, совершенное этими людьми во имя Иисуса Христа, вот оно наглядно свидетельствует о том, что в их словах есть глубокая правда. И поэтому они выставляют их вон и пытаются совещаться, что же нам с ними делать, потому что ими сделано явное чудо. И мы не можем этого отрицать, потому что все видели, все знают. И они не придумывают ничего лучше, как запретить им, чтобы никому не говорили об этом имени, об имени Иисуса Христа. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Бог совершает чудеса, Бог что-то дает учения, а об имени Иисуса не говорите, нельзя, запрещено. Но на самом деле поразительно, как начальники всяческие любят запрещать. Это у них просто какой-то идеефикс. Им гораздо проще запретить, чем задуматься, чем подвергнуть сомнению собственные какие-то взгляды. И это абсолютно правило, которое работает вне времени и пространства. Понимаете, вот там в Иерусалиме 2000 лет назад или в любом другом месте, в любое другое время. Дай им волю, они бы все позапрещали. Тоже поучительный, на самом деле, факт, конечно. И вот Петр и Иоанн на этот запрет отвечают им, говоря, «Ну, слушайте, ну справедливо ли это перед Богом? Вас слушать больше, чем Бога. Слушать вас больше, чем Бога». При том, что эти первосвященники могут доставить Петру и Иоанну изрядные неприятности, и потом они пытаются их и посадить, и в темницу, и всячески, так сказать, подвезти под монастырь, Петр говорит, нет, нет, надо слушать Бога больше, чем вас. Больше, чем вас. Вы, конечно, авторитет, у вас там, так сказать, большой комок мудрости спереди торчит, но слушать надо Бога. Опять-таки, это же религиозные начальники. Они, в общем, уверены, что Бог не имеет права напрямую ни с кем разговаривать. Вот, если уж Бог кому-то что-то хочет сказать, пусть говорит это через уполномоченных людей, через архиереев, книжников, старейшин и так далее. Они очень скептически всегда относятся к тому, что Бог кому-то что-то будет говорить, его будут слушать. Поэтому, ну, как только люди начинают говорить, что, ну, вот я от Бога слышу, или, там, Господь нам всем повелевает исполнять какие-то вещи, тут же он окажется в прелести, в еще чем-нибудь, массу разных ругательных слов изобрели уже христиане, которые тоже нередко ведут себя ровно так, как архиереи и книжники. Это тоже надо понимать. Для христиан вообще книга деяний поучительно вовсе не только тем, как поступают и как думают, и как молятся апостолы, но и тем, как ведут себя их противники, и как часто, глядя в зеркало, ты видишь именно этих самых садукеев и архиереев, а не апостолов. Так или иначе, вот это вот все начальство, не находя возможности наказать их, то есть они хотели бы их либо посадить, либо побить камнями, либо хотя бы плетьми выпороть, ну вот поскольку все вокруг, весь народ прославляет Бога, исцелившего этого храмова, они отпустили апостолов. Здесь в 22 стихе Лука добавляет такую фразу, чуть непонятную, не вполне логичную. Он говорит о том, что ну вот там пригрозив, отпустили апостолов, потому что все прославляли Бога за происшедшее, ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось чудо. Здесь слово «ибо», потому что, ну передает грамматическую конструкцию, но не очень хорошо передает смысл. А в общем речь идет о том, что это был вполне взрослый человек, многим известный, многим известный, с которым были люди знакомы, про которого люди знали, что он хромой, и ни о каком там лечении речи быть не может. Вот, собственно, почему здесь важно это упоминание возраста. Когда апостолы возвращаются к своим единоверцам, возвращаются в общину христиан, пересказывают всю эту историю. Они все вместе возвышают голос и говорят «Владыка Божия, сотворивший небо и землю». И дальше следует некоторая молитва, общая, которая по преимуществу составлена на основании текстов псалмов, хотя не только из этих текстов состоящая. Вот это молитва, где говорят христиане о том, что вот поистине сегодня здесь, в этом городе, собрались против тебя, против Иисуса Христа, сына твоего, помазанного тобою, самые разные люди, ирод, и пилат, и язычники, и народ. И, Господи, вот теперь посмотри еще и на их угрозы, которые они угрожают рабам твоим, апостолам. Вот, собственно, смысл этой молитвы в том, что апостолы оказываются в ситуации похожей, подобной, той, в которой оказался сам Господь Иисус. И поэтому воззри на эти угрозы и дай рабам твоим со всей крепостью говорить слово твое. Христиане снова говорят о том, что это ты простираешь руку на знамение и исцеление, и чудеса именем сына твоего Иисуса Христа, а нам дай говорить о тебе, невозбранно, со всей смелостью говорить слово твое. И молитва была такова, что здание поколебалось, здание поколебалось, потому что вот единодушно христиане просят Бога об этом, о том, чтобы дать им со смелостью проповедовать слово Бога, проповедовать, собственно, слово о том, что кроме Иисуса Христа нет другого имени под небесами, которому надлежало бы нам спастись. В заключительной части четвертой главы начинается, в общем, немного другая тема. Здесь говорится о том, как жила эта христианская община, существующая внутри Иерусалима, и пока еще, насколько можно судить, в рамках иудейской религии. И вот Лука говорит, у множества уировавших было одно сердце и одна душа. Одно сердце и одна душа. Все были вместе, заодно, солидарны друг с другом. Старались вместе молиться, вместе преломлять хлеб, вместе разделять друг с другом тяготы и трудности жизни. И никто ничего из имени своего не называл своим, но все у них было общее. Ну, в общем, довольно смутительное место. Трудно сказать, в какой момент все поломалось. Все поломалось. Сейчас только в очень отдельных общинах, и то скорее принудительно, чем добровольно, никто не называет ничего из имени своим. всякие там вот эти вот общежительности. не потому, что люди так захотели, а потому, что так положено в данных местах. Нет, немножко не так. Здесь говорится о том, как по доброй воле действительно христиане никто не называли имущество своим. Все было общее. Кроме того, что мы не понимаем, когда это перестало быть мейнстримом, мы не очень понимаем, а было ли вообще это мейнстримом. Потому что в общинах за пределами Иерусалима мы, судя по всему, особо-то и не находим этой практики. И, может быть, именно, знаете ли, ощущение близкого конца времен, близкого торжества Мессии одушевляло иерусалимских христиан на то, чтобы именно так жить. Такой вот первохристианский коммунизм весьма возможно был обусловлен глубокой верой в скорое второе пришествие, в то, что осталось совсем недолго. И вне этой уверенности подобного рода взгляды и практики были бы не вполне уместны, и церковь довольно быстро отказывается. Тем не менее, вот так апостолы проповедуют о воскресении, все, у кого есть, грубо говоря, что продать, продают, и некоторым обобществлением все это имущество поддерживают нищих, неимущих, тех, кто не может сам позаботиться о своей жизни. И вот не было между ними никого нуждающегося. заметьте еще один важный момент. Слово Божие очень часто говорит о том, что мы призваны быть милосердными, о том, что мы призваны творить благо, то есть заниматься благотворительностью, помогать нуждающимся, слабым, беззащитным и так далее. Да, это так. Слово Божие также говорит, да не будет у тебя бедного. То, что в принципе существуют бедные, беззащитные, это признак порочности человеческого мира, порочности того, как мы устраиваем свою жизнь. И Лука, весьма вероятно, говоря, что не было между ними никого нуждающегося, говорит о таком вот, пусть кратком, пусть временном, но все-таки возвращении к библейскому идеалу, где люди стараются, чтобы никто ни в чем не нуждался, чтобы не было нуждающихся. При том, что мы понимаем, что это социальная конструкция, которая не может существовать в большом масштабе и продолжительное время. Тем не менее, вот попытку реализовать это, попытку реализовать, да, христиане Иерусалима делают. И многие, ну, или, ну, Лукат пишет, что прямо все, кто владели землей, может быть, и впрямь все, думая, что зачем нам эта земля, если не сегодня, завтра будет второе пришествие, вот они ее продавали, приносили целую проданную и полагали к ногам апостолов. Ну, и в качестве примера приводят, собственно, одного человека, Варнаву, левита с острова Кипр. По преданию, он был братом матери евангелиста Марка, хотя это, как вы понимаете, вполне могут оказаться византийские досужие домыслы. Тем не менее, вот про него известно, что у него была земля, он ее продал, принес деньги, положил к ногам апостолов. Красиво, красивая картина, вопрос в том, насколько вообще это может длиться и самое главное, вопрос, собственно, в том, что происходит при этом с человеческой природой, с человеческой душой. Рассказ об этом будет в центре внимания евангелиста в следующей, пятой главе. Продолжение следует...